Солнечная погода, яркая зелень, свежий воздух и, конечно, заряд бодрости и позитива. Все в этот день настраивало на отличный спортивный лад. Жители городских округов Щелково, Фрязино и Звездный Городок, мужчины и женщины старшего поколения, от 55 и старше, приняли участие в марафоне скандинавской ходьбы. Тем участникам, которые сегодня пришли и решили принять участие, но не имеют инвентаря, инвентарь предоставляется, то есть выдаются палки для скандинавской ходьбы. Проходит регистрация всех участников, у всех хорошее настроение. Этот вид спортивного досуга входит в программу «Активное долголетие», позволяя людям почтенного возраста сохранять бодрость и крепкое здоровье. Меня поразила эта программа, я с удовольствием участвую в всех мероприятиях и в чемпионате по компьютерной грамотности, и сегодня по скандинавской ходьбе. Ну, желаю всем, наверное, занять первое место. Перед стартом обязательная разминка. Хотя участники – люди в ходьбе опытные, все же разогрев перед марафоном важен. Предусмотрели организаторы и подачу воды, и медпункт – в целом все, что необходимо для безопасности мероприятия. Среди них, как говорится в одном советском фильме, хлюпиков нет. Все участники бодры и веселы. Несомненно, рады возможности провести время на свежем воздухе и посоревноваться. Мария Волощук уже пять лет занимается скандинавской ходьбой. В своем уверенно почтенном 86-летнем возрасте она проходит весьма внушительные дистанции. Так однажды прошагала из Щелкова до Фрязина и обратно. Мне кажется, ходьба очень мне помогает, потому что я помню, стою утром, смотрю, вот солнечно, все, не могу. Думаю, до озера не дойду, скажу руководителю, что я плохо себя чувствую. А потом разминку сделаем, вот по лесу пошли и все, и я как будто заново родилась. Победа, несомненно, приятный бонус любого соревнования. И хотя участие тоже немаловажно, все же спорт есть спорт. И здесь всегда будут лучшие. В первом заходе победителем стал Александр Каврижных. Второе место занял житель Фрязина Сергей Будунов. Первый этап завершился хорошо. Мы вдвоем пришли, первое и второе место поделили. Организация очень приятно удивила, честно говоря. Я был удивлен количеством народа, потому что рассчитывал, что этот человек в 10 соберется и все. А тут так прилично компания собралась и очень рад. Всех преодолевших дистанцию наградили памятными медалями участников марафона.